Добрый день, мои дорогие друзья, мои уважаемые подписчики. Я сейчас нахожусь в отпуске в Воронеже и решила немножечко сбросить лишний вес. Обычно я в такую погоду солнечную, ну сегодня не солнечная, но обычно я даже в пасмурную, ну не в пасмурную, а в облачную, если облака есть, чуть-чуть солнышко проглядывает. Я уже с утра сразу же иду на пляж. У меня он тут в шаговой доступности, пляж, поэтому я вам очень часто показывала видео с пляжа. Сегодня у нас погода испортилась, еще вчера она начала портиться, ночью был дождь, а сегодня где-то плюс 18 градусов, и поэтому я дома. Сейчас время у нас, сколько у нас тут, половина второго, 35 минут, и я вам покажу, что я приготовила. Я приготовила перловую кашу, добавила немножечко соли и добавила специи. У меня здесь итальянские травы я добавила, и специя такая, называется карри, продается. Туда входит состав, я вам сейчас не скажу, я просто их пересыпаю, вот в такой, вот в таких они у меня. Вот здесь вот у меня итальянские травы, вот здесь вот у меня, здесь у меня соль, а здесь вот это вот карри. Туда входит куркума, поэтому вот он такого цвета. Значит, смотрите, крупу я предварительно замочила, вначале промыла как следует. Как я промываю крупу, я беру, насыпаю ее вот в такую вот, и опускаю в кастрюлю. Промываю как следует, затем еще раз проточной водой промываю, и затем пересыпаю в кастрюлю, и заливаю уже ее вот такой вот водой, вот у меня через фильтр, она отфильтрованной водой. Залила и поставила в холодильник. Я делала на глаз, но вам скажу, что, допустим, на одну емкость, допустим, чашками вы меряете, вот такими вот кружками, на одну емкость достаточно, одной емкости на одну порцию, в общем, на одну емкость нужно, даже тут три порции получится, на одну емкость нужно четыре емкости воды, один к четырем. Вот, поставила я это на ночь в холодильник, потом утром эту воду слила, и вот поставила варить на медленном огне, где-то минут пятнадцать варится. Затем добавляю я немножечко соли, все-таки добавила, иначе она совсем будет невкусная. Специи добавила, любые по желанию. Я вам еще раз повторюсь, я добавила итальянские травы и карри. Там целая смесь, что в итальянских травах, там итальянские все травы, и вот карри, это, я даже не знаю, кто там производитель, но факт тот, что вот такая смесь. Там карри, значит, включает куркуму, там обязательно, поэтому получается такой оранжевый цвет, ну и орегано, ну там очень много-много всяких трав. Вот, и все, больше ничего я не добавляла. В этот раз просто у меня уже закончился соевый соус. А так можно вместо соли соевый соус добавить. Но соевый соус, он уже готовый соус, поэтому лучше его тогда добавлять в готовое блюдо. Вот, а я, значит, еще раз говорю, что варила 15 минут пока без всяких. Просто залила водой и варила 15 минут. А потом уже в конце добавила, ну, соль, специи, накрыла крышкой и накрыла полотенцем. Вот у меня полотенце специально чистенькое. Вот такое вот накрыла я по старинке, как делали наши бабушки. А здесь у меня гречка. Но она вот у меня уже кончается. Вот, и я решила еще приготовить перловку. Перловку я буду употреблять так же. То есть, смотрите, гречку я не буду есть. Вот, я вот как приготовила прошлый раз, и все. Там одна чашка у меня была гречки. Только я брала побольше чашку. Я уже вам показывала в прошлом видео. Вот такую я брала чашечку. Здесь 250 миллилитров воды. Сколько грамм гречневой крупы, не знаю. В общем, на одну чашку, две чашки воды. И приготовила я вот в сковородке. Просто залила кипятком и накрыла крышкой. И тоже накрыла полотенцем. Это было, ну, вчера, по-моему. Сегодня она вот у меня еще осталась. А это я теперь решила перловку приготовить. Вначале доем эту гречку. Или, может быть, начну с перловки. Ну, в общем, эту гречку можно в холодильник убрать. Она уже практически холодная. Я ее уберу в холодильник сейчас. В общем, все. Что я хочу сказать про перловку. Перловку точно так же можно с грибами. Можно ее с овощами. Можно сделать салат с помидоров, огурцов и растительного масла. Или еще добавить репчатый лук. Репчатый лук можно уксусом немножко замариновать. Можно красный лук добавить. То есть, смотрите. Это не означает, что перловку я буду есть. Прямо давиться. И, как мне некоторые там написали в комментариях. Вы что, будете гречку есть 24 на 7? Нет, естественно, 24 на 7 я ее не буду. Я вот ее сегодня вот третий день, как я ее сейчас поела я с утра. И только что вот приготовила. С утра я, значит, гречку это ела. Один банан у меня был и одно яблоко. Вот. А сейчас вот на обед уже буду, наверное, гречку. Перловку. Вот все, мои друзья. Перловку также можно употреблять с фруктами, также можно с овощами. Но перловка, она больше с овощами, с грибами можно ее. Вот. Так что смотрите. Если же... В принципе, даже если у вас правильное питание, на правильном ли вы питание, на неправильном ли вы питание, можно эту перловку и с куриной грудкой. Особенно на ужин очень хорошо куриная грудка. На ужин даже куриная грудка отварная и без перловки хорошо пойдет. Вот и все, мои друзья. Потом еще эту перловку я вот приготовила. Из нее можно готовить уже суп. То есть перловка уже у меня готова. То есть готовить и суп... Ну, какой суп? Ну, допустим... Как что называется суп? Ну, в общем, много супов, в состав которых входит перловка. И вы уже добавляете, вначале отварите картошку, а потом уже добавляете перловку. Она уже готовая, перловка. Вот. Вот и все. И тогда солите в самом конце. На соль уже проверяете. Если даже вы не в самом конце, в середине посолите, то в конце еще раз нужно проверить на соль. Потому что перловка у меня уже соленая. Вот и все, мои дорогие друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте дизлайки, пишите отрицательные комментарии. Делитесь моими видео в соцсетях. Если напишите какой-то совет для меня, то я буду очень-очень рада и благодарна вам. Всего вам доброго. Спасибо тем, кто пишет мне комментарии. Всего вам доброго. До свидания. Желаю вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Худейте вместе со мной. Себя я вам еще раз говорю, я покажу только в самом конце. Через месяц. Сегодня 11 июня, значит 11 или 10, как я обещала, 10 июля. Я себя покажу. Всего вам доброго. До свидания. Желаю вам приятного аппетита. Готовьте вкусно. Потому что эта перловка, она может быть и на всю семью. То есть, если ее как следует еще приготовить и добавить к ней что-то вкусненькое, то она и подойдет и для всей семьи. Это же не значит, что нужно сидеть на одной голой перловке. Теперь будете писать, что на одной перловке сижу 24 на 7. Нет, конечно. Обязательно нужно добавлять в рацион фрукты, овощи. То есть, ограничивать нужно только соль и сахар. Ну, еще ограничивать мучные. То есть, хлеб я не ем. Ни хлеб, ни булки тем более. Пирожные тем более. Посмотрим, как вот. Ну, хотя бы один месяц я попробую. Это не значит, что я буду всегда так питаться. Ну, вот один месяц я хочу попробовать и взвеситься, и посмотреть, на сколько килограмм я сброшу вес. Сейчас пока у меня вес 85 килограмм. Все, мои друзья. Всего вам доброго. Рост 175. Всего вам доброго. До свидания. Всех целую, обнимаю.